Добрый день, уважаемые любители Багомона, уважаемые болельщики. Приветствую вас в очередном видео на своем канале. Сегодня очень важный матч. Матч Европейского Кубка. Наша команда московских любителей нарты встречается с греческой командой в седьмом туре Европейского Кубка. И на данный момент у нашей команды пять побед из шести. Тоже можно сказать и о нашем сопернике. У них тоже пять из шести. Поэтому матч, безусловно, очень важный. Я открываю этот матч. То есть еще пока никто из ребят не играл. Я играю при счете 0-0. То есть вы понимаете, что матч очень важный. Если я выиграю, то у нас уже 75% на победу. Напомню, что в команде три человека. И фактически нужно выиграть две встречи, чтобы победить в матче. Если я проиграю, придется двоим моим напарникам выигрывать обязательно, чтобы выиграть этот матч. По опыту прошлых эфиров я понял, что когда я с первых геймов начинаю комментировать матчи, я очень быстро попадаю в цейкнот. Я стараюсь подробно там что-то объяснить. Достаточно, в принципе, элементарные вещи. Но вот я их хорошо понимаю. И стараюсь объяснить, почему именно так я сделал тот или иной ход. Или удвоил, или принял удвоение. Уходит много времени. Я достаточно быстро попадаю в цейкнот. А контроль времени, он все-таки здесь ограничен. Если в живых турнирах дается две минуты на поинт, то тут всего лишь одна минута. То есть время для меня это не так комфортно, что называется. И, наконец, игры не хватает времени. И бывают ошибки у меня в конце именно из-за нехватки времени. Поэтому я принял решение, что мы поступим сегодня следующим образом. Матч будет идти на экране, безусловно, вы будете видеть его, но я комментировать не буду. То есть вы будете видеть мое решение в тишине. А по окончанию матча мы получим файл этого матча. И в экстриме, в программе, которая тут же показывает все ошибки, мы подробно проанализируем его по ходам буквально. Я объясню свое решение, почему я сделал те или иные ошибки. Или, наоборот, не сделал, принял верное решение. То есть все это будет в стандартном режиме, но сам матч пройдет в тишине. И чтобы эфир не был таким длинным, потому что матч может быть длинный, и разбор подробный, соответственно, еще займет достаточное количество времени, я матч сам, я его ускорю в два раза. У меня есть такая кнопочка волшебная, и вы будете видеть матч, но просто скорость будет в два раза выше обычной. Но я думаю, что это не повлияет, потому что все решения, все ходы будут видны, а долгие раздумья, наоборот, будут сокращены. Поэтому вот такая программа нашего сегодняшнего эфира. У нас еще есть несколько минут до начала матча. Какие новости могу рассказать? Несколько лет назад я снял достаточно интересный фильм о моем участии и участии российских игроков в самом крупном турнире по Богомону на Северном Кипре. Это такой документально-художественный фильм. Он находится на моем канале. Вот сейчас вам всплывет подсказочка со ссылкой на этот фильм. Вот сейчас должна быть. Раз, раз. Нет? Нет. А, вот, вот, вот сейчас она появилась. Да, вот по ссылке вы можете пройти, посмотреть достаточно интересный фильм. Там самого Богомона мало, но атмосферу турнира, что там происходит, вообще как происходит в мире. Большие турниры по Богомону вы сможете получить полное представление. Там я снимал свои игры, там интервью с какими-то людьми из мира на арт. Общая атмосфера, отель, в котором все это проходило. Кто первый раз будет смотреть, это очень интересный фильм. Так что прошу проходить по ссылке и получить удовольствие от фильма. Фильм, конечно, снят на коленке, условно говоря. Я снимал на мобильный телефон. Особого оборудования у меня не было. Монтировал я тоже сам, но уж как смог, так смог, что называется. Не судите. Не очень высокое качество самого фильма. Просто можете проследить за атмосферой этого замечательного турнира. И, кстати, в этом году я впервые дебютировал на нем как арбитр. Четыре года назад я был как участник. То есть я играл, проигрывал. Да, так уж раскрою секрет. А в этом году я был судьей. То есть я очень часто езжу именно в этот отель на этот замечательный турнир. Но вот иногда как участник. Сейчас я был как арбитр, получил новый опыт. Ну и также вы можете посмотреть на канале у меня разбор некоторых стандартных позиций в богомоде. Мы уже разобрали тему блица, слотинга и дупликации. Поэтому этот теоретический материал тоже вот по ссылкам можете пройти и посмотреть. Так, по-прежнему у нас еще несколько минут остается до матча. Давайте сыграем в шахматы. Вот я такое принял решение. Я все-таки пришел в нарды из мира шахмат. Да, в детстве я был шахматистом. Хотел стать чемпионом мира, но не получилось. Теперь пробую тоже в нардах. Шансов больше. Так, сейчас я себя уменьшу. Уберу себя, как обычно, в угол. Вот сюда. Да, вот сюда. Вот так. Да, и давайте попробуем на Лечес. Сыграть матч. Так, контроли предлагаются нам разные. Вот мой ник, вот птеродактиль. Иногда я играю в шахматы. Я дошел до звания КМСа. Так, ну вот, давайте попробуем сыграть. Так, найти другого соперника нам не надо. Ага. Соперник ушел. Ищем. Да, когда-то в детстве я был увлечен шахматами. Про нарды ничего не знал. Так, как здесь надо играть? Понятия не имею. Ну, ну давайте вот так сыграем. Так, ну давайте прогоним его. Можно? Прогнать? Можно. Ну давайте побьем аккуратненько. Ну вот так. Надо развивать фигуры, делать рокеров. Вот это что я помню. Так, конь. Коня давайте. Давайте вот так с конем поступим. Если он побьет, у меня пешка подойдет ближе к центру. Будет защищать вот эту позицию. Моя. Может быть улучшится. Не знаю. И открытой линией Б будет. Вот, видите? И вход вогнал его в раздумья. Ага, он съел. Так, открытой линией Б получили. Так, конь нам здесь не опасен. Ну давайте ладью сюда. Да, что такое? По-моему прекрасно. Вот, я очень серьезно в детстве занимался шахматами. КМСом стал. Вот, но дальше, дальше не сложилось. Таланту не хватило. Но вот помнят руки еще что-то, да? Что-то помнят. Позиции вполне приличные. Так, ну вот зачем я слона увел под связкой? Здесь остался я. Это мне не очень понятно, почему я так сделал. Ну вот слона, явно этого куда-то надо деть. Ну давайте вот сюда. Давайте сюда. Так. Три плюс два, я считаю, отличный контроль. Так, ага. Вот так он сыграл, да? Ну пусть, наверное, сам бьет. Пусть, наверное, сам бьет. А мы пока соединим ладьи. Мы пока ладьи соединим. Так, нам главное это самое. Главное за шахматами не упустить соперника нашего. Так, ну время чуть-чуть есть, но на пару партий хватит, конечно, нам. Но так, конь ушел, да? Конь ушел. Ага. Здесь тактики никакой пока. Так, вот пешка, да? Хочется на нее как-то напасть, но не знаю. Не знаю. Ну давайте. Давайте вот так пойдем хитро. Не знаю зачем, но обменяемся. У нас ладья сюда выйдет в центр. Прогонит ее, правда, но... Ладно. Надо делать ход. Время здесь тоже играет роль. Мы ничего не зеваем, по-моему, на данный момент. А время у соперника уменьшается, видите. Мы сделали непонятный ход, а соперник задумался. Путячок, а приятно. Так, вот он съел. А у нас ход вынужден, и мы время не потратим. Так, он на слона напал, да? На слона напал. Нам слона не хочется менять на коня. Давайте вот так сыграем. Может быть даже на h2 было? Ну и здесь тоже он стоит вполне неплохо. На g5, кстати, еще был ход, да? Можно было вот сюда поставить слона. Ну, ладно уж. Так, ладья, 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 ладья. Ладья теперь здесь без дела стоит. Ага. Так. С4. Так, если мы сыграем сюда. Так, он хочет все разменять, что ли? Сюда, сюда. Так. Ну, не знаю, не знаю. Так, давайте полезем в центр. Полезем, нет. Вот смотрите, я хотел сыграть с c4, тут же он сыграет с ферзи a4. И, наверное, ничего хорошего из этого не получится. Или получится. А, вот, я знаю, как мы выйдем из положения. Да. Так, съели, съели. Сюда. Ладья под боем. Меняться будем? Будем меняться? Ну, давайте... Да, наверное, надо меняться. Как-то позиция выхолощилась очень быстро. Так, теперь я сделаю вот такой ход. Не знаю зачем, но сделаю. Так, 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 так. Аж 6 хороший ход он сделал, безусловно. Я хотел конем там куда-то прыгнуть. Так, ну давайте короля, я не знаю, двигать нам короля или нет. Но активного плана я не вижу. Не вижу активного плана. Давайте сюда ферзем. Так, съели, съели. У нас, видите, мы сравнялись по времени. Сравнялись. Ну, с чего ты думаешь, так? Играй, конечно, король е7, единственный ход приличный. Так, куда поставим короля? Сюда поставим. Так, а конем сейчас мы давайте поскачем куда-нибудь вот туда, если получится у нас конец. А, вот он тоже скачет, да? Он тоже скачет, он понимает кое-что. Так, ну давайте сюда. Сейчас он пойдет коня в 5, мы убежим на наш 2. Я думаю так. Так, 10 секунд есть перевеса по времени, это не так уж плохо. Не так уж плохо. Кстати, кстати, у меня сейчас идея появилась одна. А что, если нам пойти вот d5, такой штык забить в позицию его? Слон не даст королю уйти сюда. По-моему, хорошая идея. Так, по-моему, мой соперник просто завис. Потому что в такой позиции можно... А, вот он сразу пошел сюда. Так, давайте дадим шаг. Да? Дадим шаг. Коня можно оставить здесь, но я думаю, что можно и убрать его. Можно слона и убрать. Да? Сюда. Я просто сейчас хочу конем прыгнуть вот сюда. Да-да, прыгаем. Прыгаем вот сюда. Так. Ага. Ну, не знаю, не знаю. Может быть, ты пожалеешь об этом. Так. А можем короля мы подвинуть вот сюда? Можем, наверное. Так. Не зевнуть бы ничего-нибудь. Так, конь куда-то пошел вообще в непонятном направлении. Ну, давайте двигать пешки. Что нам? Давайте двигать. У нас позиция хорошая. Так. Сюда. Ага. Так. Слона бы куда-нибудь перевести бы. Пока будем играть аккуратно. Так. Слон сюда. Ну, у него время на самом деле достаточно. Позиция простая. Так. Ф5 проходит? Можем Ф5 сыграть? Можем. Ага. Съел, да? А мы тоже. А, он решил запереть вообще все, да? Он решил все запереть. Ну, не знаю, дружок. Не знаю. Вот так, да? Ага. Так. Ну, кое-какой план я вижу. Кое-какой. Так. Будем прорываться здесь. Ах ты, зараза такая. Этого я не углядел. Вот сволочь. Так, ладно. А вот так если? А, дружок? А вот сюда-то? А? Проворонил, гад? Сюда. Ой, ну так я вообще просто тебя съел. Все. Партия выиграна. Ес. Мы дождались ошибки соперника. Так. Сыграем еще одну? Или нет? М? Ну, давайте сыграем 2 плюс 1. Когда время мало, я плохо играю, честно скажу. Ну, одну выиграл, ладно, одну можно и проиграть. Ну, мне понравилось это. Эта партия мне понравилась. Я практически безошибочно играл. Так, что мы будем играть? Давайте вот сыграем мой любимый вариант. Хитрый. Хитрый. А, он так играет? Это интересно. Так. Сюда. В этом варианте я просто знаю, как расставлять фигуры. Так. Кстати, мой конь в некоторой опасности, мне надо следить за ним. Он отсюда не имеет хороших полей отступления. Пока вот я вижу, что поле f5 есть. Так. Уже поле f5 нет. Поэтому надо ему освободить поле c2. Так. c6. Пока он так сыграл, да? Так. Ну, давайте попробуем разменяться здесь. Что-нибудь типа этого. Так. Сюда. Так. Пока мы здесь не выиграем ничего. Сейчас мы сыграем ферзь c2 и навалимся на эту пешку. Ага. Слон сюда пошел у него. Так. Сюда. Сюда. Ну, это не очень хороший ход, честно тебе скажу, дружочек. Я тебе вот так сыграю. Слона я у тебя экспроприирую. Аааа. Не, 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 ребята, нет. Нет. Ну, так играть, так, так играть нельзя. Я хоть и давно не играл, и профессионально не играю, но ферзя съесть могу. Так. Ну, что ж. Мы получили представление о том, что немножко двигать фигуры мы умеем лучше, чем даже некоторые. Ну, это тоже любители здесь, совершенно очевидно, что. Вот. Ну, любители мы еще обыгрывать можем. Итак, мы начинаем матч, поэтому я замолкаю, перехожу на матч. Вот. И встречаемся на разборе уже. Да. Надеюсь, победой. Спасибо. 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 . Спасибо. 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 Так, матч закончился, только что вы видели, я, к сожалению, проиграл, матч интересный, со многими перипетиями, игра переворачивалась с ног на голову много раз, я отставал 0-8, потом я даже вел где-то 11-10, все закончилось на ДМП, ДМП я проиграл. Да, вот мы здесь видим, что сыграл я на 3-81, мой уровень, его уровень 5-6, то есть играл он хуже, меня ошибок он делал больше, но за счет удачи, вот здесь удача стоит у него с плюсиком, да, в нужные моменты он кидал то, что надо, поэтому победить мне не удалось. Я не могу сказать, что очень обидно, были у меня поражения гораздо более обиднее, и к тому же матч еще не проигран, если мои партнеры Сергей Ерохин и отца Масарсагов выиграют свои матчи, мы этот матч у греков выиграем. Ну давайте посмотрим, что у нас было прямо вот по ходам, да. Значит, первый гейм, он не очень интересный, там ошибок было, ошибок не было, вот здесь 2-1 я сыграл правильно, идея подвинуть сюда, она лучше, чем вот эта идея. То есть можно было опустить шашку сюда, но раз блот, два блот, делать еще один блот я не захотел, и это правильно. Ну и где-то очень быстро он кинул Джокер, и вот в такой позиции я спасовал. Да, это идея хорошая, спасовать здесь не грех, что называется, потому что я могу проиграть Марс совершенно легко. Вот у него 73% из них, больше половины это Марсы, никакого смысла мне здесь продолжать игру нету. Я отдал очко, и это правильно. Ну давайте смотреть, что было дальше. Так, вот уже здесь первая ошибка, да. Да, он не знает эту идею. Он сыграл 13-9 и побил в единицу. Вот когда бьешь в единицу, лучше всего заднюю шашку вот в этот момент вытащить, вытащить вот сюда, чтобы если я побью, у него была возможность сразу здесь сделать выдвинутый якорь. А как я бы сыграл во время игры, это я бы применил вот этот ход. То есть я бы побил в единицу и побил четверку. Да, две шашки подставляются под удар, получается позиция вот следующая. Я бы сыграл именно так. Но зато если в случае промаха или попадания там в одну шашку, есть шанс очень быстро получить преимущество у белых. У черных, да. У черных есть шанс очень быстро получить преимущество. И главное, что удары не опасны. В доме пока у меня ничего нет. Поэтому вот часто встречающаяся идея пробития двух шашек. Потом мы еще встретим эту идею в моем исполнении. И проверим, верно ли сыграл я. Да, вот компьютер пишет, что все-таки вот этот ход сильнее. Вывести сюда шашку и пробить. Но моя идея тоже вполне удобоварима. Но соперник сыграл хуже. Так, давайте стрелочки восстановим. Вот здесь он удвоил. И я легко взял совершенно. Да, это правильно. Это небольшой ноудабл, так скажем, пограничный. Он еще не сделал ничего в доме. Хоть у меня и пунктов вообще нет. Но тейк достаточно уверенный. Так, и как дальше развивались события. А, ну вот здесь я очень хорошо попал сходу в него. Да, я сходу в него попал. Дальше без особых интересных вещей протекал матч. А, ну вот здесь, да, я думал, да. Смотрите, я занял пятый. 9-5, 6-5. И получил вот такую позицию. Но оставил шестерку под ударом. Удар будет мне неприятен, но здесь же якорь есть. Я могу опереться на него и снова выскочить. А компьютер голосует все-таки вот за этот ход. Да, то есть из позиции вот этой получить 4 и 1. Сыграть вот так, получить такую позицию. Аккуратно, без риска. Но не беря пункт в доме. Сложно, сложно так оценить. Нужен ли риск или нет. Но ошибкой совершенно незначительной. Я взял пункт в доме и нисколько об этом не жил. Так, дальше ничего интересного не было. До тех пор, пока я не кинул в этой позиции 5-5. Да, 5-5, отличный бросок. Я его ждал. Я ждал 5-5 или 6-6. Вот я сыграл сюда. Замечательно. И на следующем ходу, конечно, я показал куб. Смотрите, я веду в гонке 30 очков. Да? И прямого удара, скорее всего, не будет у него. То есть, я заведу одну шашку, потом вторую. Максимум, что я ему оставлю, это 7-7. Ну, вот. И это пас, судя по анализу. Это пас. Да? Но он взял. Я кинул 2-2. Сыграл абсолютно верно. Сыграл вот сюда. И дальше все шло очень-очень хорошо. Я завожу шашки в дом. Вот 5-1 я, естественно, обязан завести. И он промахнулся в меня. Я сыграл 6-1. И, казалось бы, уже все. Я веду в гонке те же самые 29 очков. Это до этого броска. То есть, ну, практически гонка выиграла. И вот смотрите, что здесь происходит. Я скидываю две шашки. Вот в этой позиции мне выпадает 5-2. Я разбираю пункты. Получаю позицию вот эту. Вот эту я получаю позицию. Да? И, наконец, вот здесь уже, когда надо просто перелезть через 4-й пункт его. Мне выпадает ужасный камень 6-2. Я выкидываю две шашки с 6-го и 2-го. Не бью я эту шашку. И вот компьютер полагает, что это действительно ошибка. Надо просто скинуть две шашки. Ну и, конечно, в этой позиции он в меня попадает. И дом его идеален. Он показывает мне по 8. Ну и по 8 я взять не могу никак. Хоть я и скинул 4 шашки, но это огромный пас. Потому что мои шансы здесь, как вы видите, ничтожно малы. И лучше продолжить игру со счета 0-5, чем со счета 0-9. Да? Я сдался. Ну, конечно, вот это поверло меня в шок. Абсолютно выигранная позиция. Вот. И здесь я умудрился. Мне надо подставиться, а ему надо попасть. То есть вероятность какая-то там... Вот сколько у него здесь? 4. 4% в этой позиции у соперника на победу. Ну вот он попал в эти 4%. Да? Никто? Не обещал. Так, и следующий гейм был какой-то совершенно неинтересный. Он быстро кинул 6-6, занял важные пункты. Потом вот в этой позиции он этот пункт разобрал. Мотивируя тем, что он может оставить эту шашку здесь. Да? Он получил позицию вот эту. Что у меня дом-то слабенький. Я могу побить, но не обязательно накрою я здесь все. Да? 6-1 я накрываю. Но все остальное оставляет удар. Поэтому какая-то идея в этом ходе есть. Хотя компьютер говорит, что лучше было якорь вот этот оставить здесь и просто завести шашки в дом без риска. Но он сыграл так, а я вот в него даже и не смог попасть вот здесь. Да? Мне выпал камень, которым я не могу выбить шашку соперника. Хотя бросков таких было очень много. Ну и через ход уже все стало очевидно. Он ведет в гонке. 23 очка. Никаких проблем у него нет. Он объявил куб, я сдался. А вот здесь давайте посмотрим, был ли у него вот здесь куб. Вот пока эта шашка здесь. Так, куб. Нет. Вот здесь куб показывать рано. То есть надо сначала просто этой шашкой уйти, а потом уже показать куб. Дело в том, что она не всегда уйдет. И даже, можно сказать, редко она будет уходить. Потому что ему надо кинуть больше, чем 6, да? Чтобы уйти от этих шашек. Но все семерки, восьмерки и девятки, они подставляются под этот удар. Так что совершенно очевидно, что шашка, возможно, еще попадет под удар. Но он кинул Джокер 6-4 и решил все свои проблемы. Здесь я сдался. Это правильное решение. Видите, пока у меня особых ошибок нет. Так, следующий гейм при счете 0-6. Да? Ну вот здесь какие? Здесь вот первые ошибки. пошли. Значит, позиция была вот такая. Вот я вам показываю с интересного момента. Да? Я занял важный пункт. 2-1 занял пятый пункт. Он в меня попал, отправил мою шашку на бар. Вот в этой позиции мне пришло 2-2. Это супер Джокер. Я заряжаюсь, бью вот эту шашку и делаю пункт в доме. Получаю позицию вот такую. Да? Шикарная, шикарная позиция. Две на баре. Вот. Он заряжается в единицу одной шашкой. И в этой позиции я показываю ему куб. Совершенно очевидно, да, что это куб. Гонка равная, но дом сильнее. Шашка на баре и плюс я отстаю в счете 6-0. Это самое главное. И, конечно, это пас. Огромный пас. Вот. Огромнейший пас. Вот. Но он принял. Он сделал ошибку. Я очень обрадовался, что он принял. Конечно, при счете 6-0 в пользу черных, какой смысл продолжать игру здесь? Можем только проиграть Марс. Ну, вот видите, он. Вот уже здесь он половину своих проблем решил. Он сразу кинул Джокер. И получил вот здесь якорь, да. Вся моя атака накрылась. Вот. Ну, давайте посмотрим, что было дальше. А дальше было что-нибудь интересное? Так. 6-4. Так, давайте вот так. Ну, 6-4 правильный ход, да. Так, 4-2. Ну, вот, да. Небольшая ошибка. Я сыграл в 21-й и сюда. Дело в том, что в этой позиции у меня очень сильный дом, и мне нужна, мне нужен обмен ударами, короче говоря, да. То есть, я не должен бояться подставлять шашки под удар, потому что в обмене ударами я силен. И вот компьютер предлагает вот самый сильный вот этот ход, да. он подставляет под шестерку, да, под прямой удар. Но за счет его слабого дома и моего сильного вполне возможно, что мне пойдет это на руку, потому что если начнутся какие-то удары, я буду фаворитом большим. мне даже это выгодно выманить его, а потом атаковать здесь, запирать и марсовать. Поэтому такие идеи, они при этом счете, при этом положении куба, они замечательно работают. Так, 6-2 я здесь сыграл. Как я сыграл? Вот опять же, да, вот смотрите, как играет компьютер. Человек так не пойдет никогда. Я сыграл просто сюда и сюда безопасно, да, безопасно. А компьютер говорит, нет, надо вот так играть, 6-2, все подставляется, сюда, сюда подставляемся, потому что у него слабый дом, да, слабый дом. Я хочу, чтобы меня били, чтобы я получал шанс на, ну, в конечном счете на Марс, да, в конечном счете на Марс. Вот. То есть надо играть открыто. У тебя преимущество, надо играть открыто. Так, 6-5, здесь все нормально, 6-2. А, ну, вот опять же, да, я усилил дом, накрыл шестеркой и увел двойкой. Правильный ход вот такой. Это не, опять же, это не большие ошибки, но на уровне идей вот этот ход, который подтягивает сюда еще одну шашку, он идейнее, да, он что называется, он идейнее. И он сохраняет вот этот очень важный восьмой пункт, да, я сыграл вот так и я разобрал его. Эти шашки больше не сдерживают вот эти. Да, а вот этот ход, который советует техника, он сохраняет за мной этот пункт. Эту шашку в двойке мы накроем следующим броском. А то, что мы оставляем одну шашку здесь в единицу, так дом у него еще достаточно слабый. Достаточно слабый дом, мы зарядимся, и все хорошо. Нам главное не выпустить вот эти. Так, вот здесь пошли ошибки с обоих сторон. Вот, конечно, конечно, 5-2. Ему выпал Джокер, 5-2. Он зарядился и сыграл сюда. Он подставляется под шестерку и под единицу. Я, конечно, его здесь буду радостно бить. Самый сильный ход, конечно, уйти просто сюда. Поставится только под четверку. Это, по-моему, совершенно очевидно. Это огромный бандер со стороны моего оппонента. Вот, а здесь я тоже сыграл не лучшим образом, тоже очень большую ошибку совершил. Понятно, что единицы я бью, но где сыграть три? Вот самое интересное, что надо было применить прием бей, беги, да, ударить и уйти. Но я увидел вот здесь вот эту шашечку и подумал, что, опять же, обмен ударами будет мне на руку, я ее оставил здесь. Я получил позицию вот такую. Вот такую я получил позицию. Я оставил здесь шашку и просто сыграл сюда. Ну, в надежде запереть ее, да, в надежде запереть следующим ходом и получить хорошие шансы на Марс. Но смысл в том, что тройку я сыграл очень неудачно. Нужно было просто, уж если я бью и оставляю, то надо было подвести вот эту шашечку, да, вот так сыграть, пробить и поставить шашку сюда. Да, этот ход, мягко говоря, неудачный. Я даже не могу объяснить, почему я так сыграл. Это якорь, он держит. В случае, если меня побьют, я могу там зарядиться, как-то на этом якоре вылезти. А вот я ушел с якоря и тут же я получил 1-1, посмотрите. Да, он в меня не попал, но он кинул 1-1 и получил позицию вот такую, смотрите. Он убил меня здесь, он накрыл здесь все, все счастье на его стороне. Да, если бы я не ушел бы с этого якоря, ничего подобного бы не было. Вот, но вот здесь смотрите, что случилось. Супер Джокер я кинул. Вот, давайте вот так, да. Я кидаю 5-5 с бара. Я заряжаюсь шашкой сюда, вот этой накрываю и бью сюда. Получаю позицию вот такую, да. Ну, вот как можно эту позицию проиграть? При том, что он протанцевал, он не смог попасть в единицу. Вот, при броске белых, вот это я ухитрился проиграть. Вот, хотите, верьте, хотите, нет, ну, вот, это богомон. Мне надо накрыть эту шашку, очевидно, да, либо попасть вот в какую-то из этих. Но, морцов у меня здесь процентов, я не знаю, сколько, да, 72 процента морцов, 90 процентов на победу. Ну, вот, вот это я проиграл. Сейчас мы увидим, как. Значит, давайте стрелочками, да. я кидаю 6-1, я не могу нигде ничего попасть, нигде ничего. 6-1, ну, я просто, просто двигаю шашки вперед. Он, конечно, попадает, и попадает сюда. Он кидает суперджокер, он одним броском выбивает две мои шашки. Я кидаю 4-1, что-то там, да, но вот здесь правда хорошо, 5-2 он сыграл, да, ему не удалось закрыть вот этот пункт, очень важно. Да. Вот, так, дальше что было? Это вот, это очень интересный гейм. 2-1, я заряжаюсь и играю вот сюда, все нормально. Но, стоит этой шашке уйти, и у меня положение-то будет не очень хорошее, мягко говоря, потому что мои две шашки здесь, они встряли. Вот, ну, и тут, конечно, он, да, блондернул. Ему выпал суперджокер. Вот, давайте, давайте посмотрим, да. Вот, смотрите, вот эти шашки так и хочется поставить вот сюда, чтобы дом у него был ну, сильный, сильный, сильный дом. Вместо этого он решает занять не пятый пункт, а седьмой. Во всех учебниках пишут, что пятый пункт это основной пункт в позиции, но он решил занять седьмой. Ведь что через шестерку мне уходить, что через четверку, вероятность одинаковая, да, так усиль дом, усиль дом, это же совершенно очевидно, да, вот, надо было играть вот так, а он сыграл вот так, ну, это его дело, он мне помог. 6-1, 6-1 бросок плохой, я не выхожу, не бью вообще просто что-то, что-то с чем-то, да, а вот, ну, он начинает разваливаться, то есть шестерка приносит ему практически победу, но шестерку надо кинуть еще, а вот, 3-2, я сыграл, естественно, я его бью сюда, да, бью и увожу шашку сюда, позиция кривоватая получается, вот такая, да, уже стесненная, но что делать, вот, и как ни странно, здесь на мое счастье он в меня попал, если бы он промахнулся, да, еще бы неизвестно, чем это кончилось, я бы просто мог здесь сложиться, что называется, но он в меня попал, и я удачно кинул 5-3, и вновь я в игре, вот эта шашка, которая стояла вот здесь где-то, вот она уже, она уже вот здесь играет, рециркуляция шашек, это прекрасный метод в бегомо, так, вот смотрите, вот здесь 6-2, очень важный момент, оказалось, что я сыграл верно, сначала я хотел просто вот этой шашкой уйти вот сюда, чего я опасаюсь, вот смотрите, я все-таки ушел, да, я опасаюсь то, что меня пробьют здесь, закроют в единицы, бросками 2-2, 1-1, 3-2, 3-1, то есть всеми маленькими, да, я не заряжусь в пятерку, он выскочит, и меня пробьет, да, везде, ну вот, но на самом деле надо уходить этой шашкой, обязательно, обязательно вот этой шашкой надо уходить, а то, что я хотел сыграть 17-9, это плохо, это плохо, потому что вот эту шашку, вот эту шашку, когда она выпрыгнет, ее надо встречать, и когда мы получаем позицию вот эту, да, вот эту, вот этими двумя шашками ее будет убить гораздо проще, чем одной шашкой, то есть вот эта шашка идет на помощь вот этой, чтобы встречать вот эту и бить ее, и вот эту идею я прочувствовал и сыграл правильно, так, дальше у нас до определенного момента ничего интересного не происходило, вот он рассыпался, мне надо всего лишь встретить вот эту и убить, так, мы дошли до вот этой позиции, я его бью и играю сюда, ну, компьютер говорит, что чуть сильнее вот не подставляться сюда, а сыграть сюда, ну, я хотел получить позицию, чтобы я накрывал максимально, да, вот стоит ему промахнуться, вот смотрите, я получил позицию вот такую, да, вот такую, ему просто надо промахнуться в единицу, я накрываю шестеркой, единицей, четверкой, спокойно выигрываю, что дальше произошло, он, конечно же, попал один раз, да, он кидает 5-1, 3-1 попадает в единицу, я кидаю 6-5, я кидаю 5, естественно, бью его снова, да, снова бью в единицу, но он снова попадает, он снова попадает, я что-то там заряжаюсь, да, правильный ход делаю, он выскакивает, смотрите, позиция вот такая, получается, финальная позиция вот такая, вот, ну, дальше просто анлак, ничем нельзя объяснить дальше, просто так выпадали камни, мне надо кинуть четверку, или десятку, или 11, но я кидаю 6-2, нет, что я кидаю, вот, вот что я кидаю, я кидаю 3-3, вот в этой позиции, я кидаю 3-3, и не могу никак побить эту шашку, потому что, да, ни одна из них не бьет, как я играю, я играю вот сюда в единичку, ставлю вот эту шашку в единичку, эти две остаются встречать вот эту подругу, вот, и он подставляется под двойной удар, да, вот, следующим ходом он играет 5-4, ну, да, это уже разбирай, не разбирай, а слезами, горе, не поможешь, да, он получил вот такую позицию, мне надо кинуть двойку или единицу, у меня ровно 20 хороших бросков, но, но я, я промахиваюсь, и, конечно, он здесь просто удваивает, и выигрывает этот гейм, да, ну, что ж, и вот так счет стал уже 0-8, я много раз мог выиграть этот гейм, но не удалось, так, вот тут уже больше ошибок, давайте посмотрим, что было, что было в этом гейме, напомню, счет 0-8, так, вот здесь я решил удвоить, и это не очень хорошая идея, значит, смотрите, хоть я и отстаю в счете, да, и у меня дом сильнее, но в гонке-то я проигрываю, 12 очков, я попадаю в него тройками, единицами, все хорошо, но остальными я промахиваю, нужно было сначала попасть, а потом показать вот этот куб, да, потом показать, а я показал уже, рановато, рановато, да, преимущества моего недостаточно, смотрите, у меня всего 54%, процента, позиция равная, на самом деле, и действительно, я промахнулся, да, промахнулся, давайте посмотрим, как он сыграл 2-1, вот в этой позиции, смотрите, 2-1, компьютер рекомендует сыграть вот сюда, он рекомендует вот такой ход, ну, 2-1, камень неудачный, мягко говоря, вот, ну, соперник сыграл вот следующим образом, он увел эту шашку сюда, поставил, поставил, под двойку и под четверку, ну, хорошей, хорошей идеи здесь нету, здесь надо просто, фактически угадать, что я кину, так, я попал в него, попал, он убежал, вот здесь, посмотрите, да, вот здесь я понял, что, как-то матч складывается, мягко говоря, не очень хорошо, я его бью, шестерка, четверка, единица, вместо этого я кидаю 5-2, но я понимаю, что, чтобы выиграть в Баггамоне, нужно вообще-то, хотя бы иногда в соперника попадать, да, желательно, с одного удара, да, вот тебе, ну, нужна четверка, и ты попал, но когда тебе подходит все, а ты единственными ходами мажешь, ты понимаешь, что, наверное, сегодня не твой день, вот, ну, дальше он просто не смог уйти этой шашкой, 6-4 он кинул, да, и вот, с какого-то раза я все-таки попал, я все-таки попал, дальше мы пропустим некоторые моменты, вот до этого, до этой позиции, я просто, да, просто я его запер, просто запер, и вот тут я почему-то, почему-то компьютер мою идею не оценил, значит, смотрите, что здесь нужно было делать, я просто разбираю пункт, да, вот этот, который мне уже не нужен, ну, чтобы более комфортно занять вот этот, потому что вот этот ход мне не понравился, то есть, вот такую финальную позицию я получать не хотел, вот эти шашки, они слишком близко стоят, вот сюда, да, лучше их держать вот, вот здесь, я сыграл вот так, мне это понравилось больше, но идея основная должна была быть совершенно другая, надо было вот эту шашку ударить, ударить вот эту шашку, и сыграть в дом, получить позицию, давайте посмотрим, какую я должен был получить позицию, вот такую, вроде бы, какой смысл, а смысл очень простой, мы проигрываем 0-8, и нам очень нужен Марс, и мы шашку отправляем на бар, в надежде на то, что она там так на баре навсегда и останется, у нас по-прежнему шестерной прайм, да, она пока никуда не вылезет, а мы хотим просто зайти в дом и выиграть Марс, когда мы шашку оставляем здесь, у нас на Марс шансы резко-резко вырастают, и действительно, мой ход, который я сделал, он выигрывает больше обычных игр, но выигрывает гораздо меньше Марсов, то есть на Марсах я потерял очень сильно, и это я не учел, и дальше еще одна ошибка, смотрите, по-моему, аналогичная, да, 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 ну вот смотрите, да, конечно, огромная ошибка, я занимаю второй пункт, получаю позицию вот такую, отличный прайм, да, вроде бы, все, все хорошо, а надо было пробить в первый пункт, опять же, с целью выиграть больше Марсов, и кстати, больше обычных игр, вот, то есть это грубейшая ошибка, понимаете, в чем смысл, когда я не бью его, его шашки следующим ходом будут двигаться ближе к дому, и он более вероятно уйдет от Марса, это касается и вот этой ошибки на этом ходу, и ошибки на этом ходу, да, а когда мы ставим его на бар, и он, предположим, танцует, да, у него эти шашки останавливаются на тех позициях, на которых они стоят сейчас, и уже сложнее будет ему уйти от Марса, вот, поэтому, конечно, вот то, что я сыграл, это плохо, надо было бить и получать вот такую позицию, отправлять соперника на бар, ну, а дальше все, все просто, больше ничего интересного не было, он выпрыгнул, и я спокойно, достаточно спокойно, хотя, смотрите, вот здесь, да, вот здесь вроде бы все хорошо, я веду в гонке 20, там, 6 очков, уже скидываю, ему еще 4 шашки ввести в дом, у него 2 процента, но он кидает 6-6, потом он там еще что-то кидает хорошо, и в какой-то момент, а, ну, на самом деле нет, на самом деле более-менее все было, все было хорошо, то есть, никогда к победе он близко не был, то есть эти 6-6 его, ну, чуть-чуть подогрели интерес к игре, но на самом деле выиграл я достаточно уверен, то есть вот в конце его не спасал даже последний куш, и так, счет стал 8-2, с 8-0 стало 8-2, так, что у нас в этом гейме, я быстро кинул 6-6, да, и вот смотрите, вот, при большом отставании в счете, первого броска 6-6 уже достаточно для удвоения, вот это куб, маленький, но уже куб, да, чем хорош куб при отставании в счете, то, что у соперника гораздо меньше шансов использовать этот куб, при равном счете он получит позицию лучше, и сразу, ну, при определенных обстоятельствах, он может этот куб повернуть, по 4, когда он ведет 8-2, ну, ему надо получить просто выигранную позицию, абсолютно, да, и только тогда он может повернуть этот куб, и я сдамся, вот, вот в чем, в чем идея куба при большом проигрыше, что соперник всегда будет давать тебе шансы, он не сможет забрать 2 очка простым переворотом куба, потому что он понимает, что я могу взять по 4 и через ход перевернуть ему по 8, вот в чем дело, поэтому он должен будет кидать, что называется, до упора, поэтому, как только преимущество есть, небольшое, сразу куб, да, ну, вот здесь я, ну, ошибка незначительная, и я удвоил попозже, значит, мне что пришло, мне пришло 6-5, конечно, я пробил его сюда, он зарядился, и вот в этой позиции я удвоил, хороший куб, да, у меня в атаке 10 шашек, хотим, хотим убить, и выигрывать, так, вот 2-2, смотрите, как хорошо, занимаем пункт, и бьем эту шашку, вот, но он как-то заряжается здесь, как-то заряжается, вот, ну, дальше безошибочная игра, давайте просто по ходам посмотрим, как, как происходило дело, а, ну вот, смотрите, 4-4, то есть, мало того, что я в атаке, в атаке, я еще на этом очень хорошо оторвался в гонке, вот, и просто броском 4-4 я ухожу, получаю позицию вот такую, в которой я веду уже 27 очков, и просто выигрываю в гонку, дальше почти ничего интересного не было, кроме того, что в определенный момент, да, вот в этот, я кинул 4-4, и практически все понятно, но он кинул 5-5, и как-то так забоевело, ну, вот здесь 6-6 решили практически все проблемы, если здесь еще какие-то теоретические шансы у него были, то вот здесь 6-6 и все, так, еще 2 очка, еще 2 очка, так, 4-8, а что у нас было при 4-8, какая-то без, смотрите, безошибочный абсолютно гейм, все играли очень хорошо, так, сюда, 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 5-3, ага, ну вот опять же, да, интересный ход, я сыграл безопасно, увел эту шашку, увел эту, но у него дом слабенький, поэтому ударов бояться не надо, а надо просто взять вот этот пункт, да, получить позицию вот такую, еще сильнее дом сделали, еще сильнее, чем у него, да, все, все под боем, но много ответных ударов, и в такой дом ему будет заряжаться уже не сладко, видите, человеку свойственно играть безопасно, компьютеру свойственно играть активно, да, а иногда, кстати, наоборот, иногда компьютер, там особенно в конце, бывают такие позиции, он ходит ужасно криво и безопасно, вместо того, чтобы сделать какой-то пробой, там очевидный, да, для человека, нет, вот, иногда, иногда все по-разному, так, дальше что было, 4-4 я ушел, 4-4 я ушел, в общем, игра перетекла в холдинг, обычный холдинг, при равной, при равной гонке, да, вот, у него здесь якорь, и мы просто заводим шашки в дом, совершенно неинтересный гейм, ну, в конце концов, кто-нибудь что-нибудь кинет, вот, он, он кинул 5-5, он кинул 5-5, и сразу показал мне куб, да, и вот смотрите, несмотря на то, что у меня 21%, 21,6, да, меньше 25, но это уверенный тейк, видите, пас был бы ошибкой практически 100, потому что я в счете отстаю, и, возможно, мой редабл по 4 будет, будет очень сильно, я могу 4 очка выиграть, но не сложилось, что называется, вот уже тут понятно, что я не фаворит в этой, в этой гонке, да, итак, счет стал 10-4, в матче до 13 очков, это, это очень плохо, ну, вот, но тут начался мой рывок, смотрите, вот счет 10, 4-10, и через несколько геймов счет уже будет 11-10, то есть мой соперник просто перестал набирать очки, вот, давайте посмотрим, как это было, вот в этой позиции я удвоил, это очень хороший куб, и пограничный на самом деле тейк, тейк пограничный, ну, вот, поскольку шашка на баре, у меня здесь много атакеров, вот, при счете 0-0 это очевидный тейк, да, но когда ты ведешь 6 очков в гонке, лучше, может быть, даже было сдаться, вот, но он, он взял, и это верное решение, что тут говорить, вот, смотрите, он, а, вот, ну, казалось бы, одна шашка на баре, и вторую ударить, вполне, вполне очевидный ход, но, но нет, самый сильный ход, просто занять 7 пункт, подтянуть еще одну шашку сюда, и уже, так сказать, во все оружие встречать, встречать вот этих товарищей, да, вот, вот так, на самом деле так, хотя, когда одна шашка на баре, но инстинктивно ты хочешь ударить, и вторую отправить, туда же, вполне, вполне разумная идея, но вот здесь, здесь надо было просто подтянуть, подтянуть еще одного билдера, так, он, кстати, опять промазал, видите, он опять промазал, а, вот, 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 сейчас мы дойдем до интересного момента, так, я играю 5-2, накрываю, и подтягиваю билдера, это правильная идея, и вот он заряжается, 4-2, он две шашки заряжает, получается, позиция у нас вот такая, и вот в этой позиции я кидаю 5-4, вот давайте посмотрим этот ход, 5-4, да, моя идея была хороша, значит, первым делом, что я подумал, что можно сыграть, вот так, можно сыграть 4-5, да, вот, первое, что приходит в голову, ну, то есть, как-то здесь получить какую-то структуру, вот, такого вида, но двойкой или 3-1, да, он сразу здесь, здесь делает якорь, а вот при таком слабом доме, да, дом-то у него слабый, а у меня сильный, хочется как-то продолжить атаку, и вот тут, да, тут я увидел вот этот ход, с стрелочками покажем, пробитие двух, открыто двух шашек, дабл тайгер называется, да, когда мы открыто бьем две шашки в доме, и получаем позицию вот такую, да, одну бьем и вторую, и в случае танца его, или зарядки пятерку только, ну, позиции уже многообещающие, морсов во всяком случае будет очень, очень прилично, но как вы думаете, что кинул этот умелец вот в этой позиции, значит, я его пробил, а он с бара кинул 2-2, да, легко, легко, совершенно, 2-2, но, это игра, так, дальше позиция перетекла в позиционное русло, я сделал какой-то якорь там, ага, вот здесь он что-то, что-то плохо сыграл, а, он побил две шашки, смотрите, он мог сделать просто пункт, он мог сделать пункт, сыграть вот так, 8-4, 6-4, да, хорошая идея, сделать пункт, а он пробил двойкой, и выбил вот эту, это ему стоило дорого, значит, через несколько ходов позиция уже стала вот такая, смотрите, через несколько ходов, то есть у него две на баре, я подтягиваю билдеров сюда, да, опускаю, чтобы потом атаковать, вот, получаю позицию такую, вот, так, здесь я кинул 4-4, а вот смотрите, такая идея не, не всегда такой увидишь, я вышел вот этой шашкой, и двумя сюда практически думал, что вынужденный ход, на самом деле, вот эти две шашки можно было перекинуть в двойку, вот, этой идеей я не заметил, я не могу сказать, что это, там, прям, грубую ошибку я сделал, но, но-то такой идеи я не видел, то есть позиция могла быть вот такая, вот здесь все свободно, достаточно необычно для Богомона, обычно вот эти шашки стоят, наоборот, вот здесь, а это свободно, ну вот, такая идея тоже возможна, так, что было дальше, так, ну вот смотрите, я, он одной зарядился, я бью его пятеркой, четверкой, тройкой, мне приходит 6-2, так, и вот он уже на якоре, да, 1-1, ну вот смотрите, опять получился, из такой остро-комбинационной позиции, да, из блица, получился холдинг, у меня якорь в его доме, у него якорь в моем доме, да, вот, и, из интересной позиции, получилось стандартное, ну, и что в конце произошло, вы знаете, а в конце, в концов, он ушел, у меня там стоит якорь, вот этот, да, якорь стоит, я завожу шашки в дом, завожу, завожу, а, вот здесь мне приходит 6-5, мне пришлось, конечно, уйти, долго стоять нельзя, иначе я просто развалю дом, я ухожу в первую шашку, и здесь мне приходит 5-5, я просто получаю позицию, а, я кинул 5-5, он, он кинул 6-6, да, но все равно совершенно очевидно, что в этой позиции мои шансы 86%, да, эту гонку я достаточно легко выиграл, но проблемы были еще, вот здесь пришло какой-то 2-1 мне, кстати, кстати, вот смотрите, после 2-1, позиция 50 на 50, ну, практически 50 на 50, да, кстати, еще ошибку я сделал, надо было просто вот эту шашку скинуть, то есть скинуть единицу, и подвинуть единицу, вот этот ход, он чуть-чуть хуже, а вот, но как-то, как-то удалось выиграть, 6-4, 6-4, вот здесь главное было мне не кинуть с двойкой, двойка для меня была бы смертельна, но пережили мы этот момент, кинули без двойки, вот я еще два очка набрал, счет стал 6-10, здесь очень быстро я что-то кинул, хорошее, джокер я кинул, он не зарядился, естественно, дабл пасс здесь, все очевидно, 2 шашки на баре, еще одна вот здесь ждет, это простой элементарный пасс, так, 7-10, подходим к финишу, смотрите, было 0-8, да, вот постепенно, постепенно я так отжираю у него, очки эти все, отжираю, так, здесь я попадаю, он кидает тоже очень хорошо, 4-4 он кидает, так, 2-2 я кидаю, видите как, он кинул хорошо, я кинул хорошо, пункт сделал, ну и в какой-то момент, мы дошли до вот этой позиции, где я показал куб, да, вот кубом я играл сегодня, можно сказать, блестяще, можно сказать, блестяще, то есть давайте, если посмотрим сюда, кубом я сделал 2 минимальных, минимальных ошибки, он играл кубом хуже, откровенно, так, перейдем опять сюда, да, вот я показал куб, да, я отстаю в счете, отстаю в счете, 7-10, у меня еще не подавляющая позиция, но достаточно мне небольшого улучшения, он уже спасует, поэтому показываю куб сейчас, именно сейчас, так, что было дальше, давайте, давайте посмотрим, что было дальше, после этого я кинул, неудачно я кинул, так, и вот здесь компьютер советует просто вот эту шашку привести вот сюда, да, я опустил еще одного билдера, и это компьютеру не очень нравится, нравится, так, вот здесь 1-1, но это что-то, это что-то мелкое, он говорит, что надо вот так сыграть, пробить и сюда, а я пробил и вот сюда, двинул на седьмой, но это мелочи, так, 5-1, я бью эту шашку, да, но вот здесь, да, здесь он, конечно, опять исполнил, 4-4, в такой позиции, кинуть с бара, у него 2 на баре, у него 2 вот здесь еще стоят под боем, но сладко все очень, да, и он, и он с бара кидает 4-4, конечно, после таких бросков оппонента, руки иногда опускаются, ты все вроде правильно делаешь, а он исполняет, и все твое преимущество сходит на нет, так, что было дальше, так, он вышел и сюда пошел, да, вот здесь мне пришлось принять нелегкое решение, вот смотрите, я правильно пошел, но позицию я получил вот такую, ну, то есть под боем все, бьет четверка любая, бьет там 2-2, и еще бьет вот эти шашки, они же тоже под боем, там 5-3, 5-2, 2-6, то есть ударов очень много, но тем не менее, бить надо, потому что если не бить, то позиция будет какая-нибудь вот, ну, что-то типа этого, все равно шашка под ударом, да, ну, и вся атака моя накрылась, он просто, даже если он не попадет, он может просто спокойно уйти этой шашкой, и сидеть с этим якорем, не для того, что я давал ему куб, чтобы как-то перестраховываться, что называется, поэтому, поэтому, да, бьем, бьем, да, вот я накрыл эту и ударил, и хорошо ударил, он протанцевал здесь, так, дальше я его накрываю, накрываю, что было дальше, накрываю, 5-2 подвожу, так, 5-1 правильно играю, так, но в конце концов он зарядился, по-моему, да, вот он сыграл 5-4, и вновь, посмотрите, ну, это уже не анализ ходов, а анализ, какого-то анлака, да, вот я бью его двойкой и шестеркой, приходит 5-3, ну, ну ладно, да, короче, он убежал, но в нужный момент, в нужный момент я кинул 6-6, да, теперь уже очень сильно повезло мне, когда он кинул 4-4 в этом гейме, повезло ему, здесь 6-6, и, ну, элементарные 2 очка, просто я забрал, да, здесь гонка была легко выиграна, и так, 9, 9 уже, да, уже 9, так, и вот здесь, конечно, здесь плохо что-то, и он играл плохо, и я плохо, в этом гейме, так, здесь пока ничего интересного, просто как-то шашки, циркулирует по доске, так, 2-1, ну, я накрыл в пятерке, а можно было не накрывать, можно было пробить вот это, ну, смотрите, в чем идея, что у меня и так очень много шашек сзади, если туда добавится еще одна или две, беды не будет особой, да, наоборот, мне выгодно много шашек там, чтобы дольше везти их в дом, иметь определенный запас ходов, так, 3-3, а, вот 3-3 очень важный якорь, я вот здесь сделал, да, это, это удачно, так, 4-4, вот он здесь сыграл не очень хорошо, у него был простой ход, да, смотрите, он заводит шашки в третий пункт, и во второй, получает позицию вот такую, идеально, да, все, все гладенько стоит, все прекрасно, но он решил получить позицию такую, оставить единицу, на самом деле единица, если я попаду и накрою, или он промахнется, то она может встрять здесь, поэтому лучше было не оставлять ему этот удар, вот, ну вот он благополучно ушел, ему здесь пришлось подставить шашку сюда, я промахнулся, так, и вот с чем все закончилось, я попадаю 2-4, да, получаю позицию вот такую, он с бара заряжается и бьет меня в тройку, и вот в этой позиции я решил ему объявить куб, и это правильно, смотрите, я с бара, показываю ему куб, куб хорош чем, что очень много у меня шансов, что на следующем ходу он, куб уже этот не примет, счет 9-10, счет 9-10, то есть морцы все мои выигрывают матчи, я наберу 4 очка и выиграю матч, поэтому я посчитал, что морцов у меня здесь достаточно, и удвоил, да, вот компьютер одобряет, это, безусловно, пограничный куб, да, но, но куб, да, здесь еще у меня два варианта, что я попаду в него здесь, и второй вариант, что я накрою вот здесь, и запру вот эту шашку, и он будет вынужден просто, просто заходить, и я получаю стратегически выигранную позицию, мне понравился этот куб, да, понравился, но в этой позиции я умудрился кинуть 6-6, и дальше как-то игра пошла не по моему сценарию, так, ага, ну вот смотрите, он побил еще одну, а ему стоило все-таки накрыть вот здесь, да, конечно, вот смотрите, у меня две шашки на баре, две, две шашки, вот, но, удары, в единицу будут очень опасны, при, при моем доме, поэтому первостепенная задача, его была накрыть единицу, это, резко снижает мой, мой атакующий потенциал, да, поэтому вот такой ход, накрыть, и именно единицу подвинуть сюда, да, чтобы был выход и пятеркой, и шестеркой, оставлять здесь шашку плохо, надо подвинуть ее сюда, а этой накрыть, вот, например, ход 7.1, вот этой накрытии, он гораздо хуже, потому что он оставляет эту шашку здесь, а вот это идеальный ход, и накрыли, и подвинули, чтобы увеличить шансы на выход этой задней шашки, при том, что у меня две шашки на баре, это просто может кончиться марсом, вот давайте посмотрим, да, то есть мне надо заряжаться в пятерку или в тройку, да, а он пятерками, шестеркой выходит, он может просто подобрать это все, и дело может закончиться уже в этом гиме, но он пожадничал, он побил еще одну шашку, получил позицию вот такую, какую он получил, вот такую он получил, он отправил еще одну шашку на баре, но в единичку я все-таки вот здесь, мне удалось попасть, и борьба завертелась с новой системой, так, мы несколько простых ходов пропустим, да, так, вот здесь 4-4, вот еще один бландер мой, я вывел вот эту шашку сюда, это правильно, а вот эту не надо было уводить, да, вот, вот эту идею я не допонял, но смотрите, я получил позицию после моего хода, вот такую, да, эта шашка вроде как караулит, вот эту, эта шашка вроде как будет атаковать, если соперник уйдет одной, да, но вроде так, но компьютер рекомендует получить позицию вот такую, да, смотрите, сделать пункт вот здесь, сделать вот здесь пункт, я не хотел вот эти, оставлять два блота здесь, но на самом деле, если посмотреть, эта атака, конечно, здесь мнимая, мнимая атака, вот, и все-таки вот в этой позиции чувствуется связанность между этими шашками и вот этими шашками, да, и этими, и вот этими, да, то есть как бы целостность такая, эти шашки могут вставать на этот пункт, а эти могут атаковать и контролировать вот эти шашки, да, ну вот, гармония есть некоторая, а то, что получил я, ну, эти вот сами по себе, эти вот сами по себе, да, нету перевалочного пункта и это, это не есть очень хорошо, это мы уже поняли, а вот здесь случился, да, вот иногда случается мисклик, да, значит, смотрите, я пошел сюда, единица, я вынужден играть единицу, и я был абсолютно уверен, что четверка, я его бью, то есть я был уверен, что я просто эту шашку отправляю на бар, я сыграл 1-4 и нажал на кнопку, да, вот, и когда я увидел после хода, что шашка-то осталась здесь, я, конечно, да, конечно, я был расстроен, ну вот, невнимательность, конечно, если бы я увидел, что я не бью, вот этой шашке здесь делать нечего, вот этой шашке здесь делать абсолютно нечего, после того, как я сыграл 1, конечно, ее надо переводить вот сюда, чтобы она, она выходила, да, опять же, идея циркулирования шашек, тут она может встрять, а то, что эта шашка стоит под пятеркой или под единицей, это никакого значения не имеет, мы должны иметь вот эту свободную шашку именно на пятом поле, чтобы она быстрее вошла в игру и смогла сдержать вот эту, я прекрасно понимал, что, ну, нужно играть именно так, и только когда я вдруг почему-то думал, что я бью, ну, думаю, что я, мне играть сюда 4 или бить ее, ну, думаю, ладно, наверное, надо убить, но оказалось, что я не бью и, да, ну, в общем, все очевидно, так, ну, вот здесь, конечно, да, вот здесь он промазал, это самый большой блендер в матче, простой ход, просто уйти, на самом деле, вот эта шашка, когда, вот смотрите, как ему стоило сыграть вот сюда, да, вот эту шашку очень сложно атаковать, очень сложно атаковать вот эту шашку, неудобно для меня это делать, вот эту шашку тоже мне, ну, я буду бить, если мне придет четверка, но здесь он может и заякориться, и ударить в единицу, да, поэтому вот такой ход, выбегание, конечно, конечно, сильное, а то, что сыграл он, он просто завелся в дом, эти шашки встряли здесь, и, просто дезорганизовал он свою позицию, а у него была возможность, наоборот, приблизиться к доме, он в гонке впереди на очень много, ему надо стремиться домой, никакой атаки у меня здесь нет, так, что получилось дальше, дальше я вышел, да, вот смотрите, я вышел, и дальше уже завертелась борьба, так, 2-2, 2-2 я правильно сыграл, просто, ну, я промахнулся в него, но зато я сделал сильный дом, тоже неплохо, так, дальше он заходит, видите, он заходит, я на баре, да, ему надо было просто выйти, но неудачный бросок 4-4, и вот я уже, так сказать, посмотрите, что я получаю, позицию какую я получаю, отвратительную, да, вот здесь, вот 5-5, абсолютно верно я сыграл 5-5, получил позицию вот такую, вот, шашки максимально расставлены вот здесь, да, чтобы сдержать вот эту, и восьмерку человек исполнил совершенно элементарно, ну, ладно, бывает, взял, взял и попал в меня, и на самом деле все шло, к Марсу, давайте посмотрим, что было дальше, вот он уже весь в доме, вот он уже снимает, да, вот он уже, он кидает 6-6, все идет к Марсу, все идет к Марсу, но вот в этой позиции он кинул 5-4, оставил мне двойку, и я в нее попал, и дальше, да, дальше ошибок не было, ему, а, вот здесь я, он еще сумел выскочить, вот, сумел выскочить, здесь я промахнулся, здесь я все-таки попал 6-1, в общем, в конце концов дом был мой закрыт, и несмотря на то, что он 8 шашек уже скинул, все-таки, все-таки, а, вот здесь еще, да, здесь маленькая ошибочка, надо было скидывать 2, оставлять шашку под боем, скидывать 2, так, и вот здесь 5-2, все-таки опять надо было скидывать 2 шашки, да, но это маленькие ошибки, в конце концов я кинул 4-4, и этот гейм тоже был выигран, и так, я уже веду 11-10, ну вот мы подходим к финишу, значит, здесь вроде бы все было нормально, я получаю якорь, он получает 5-пунктовый прайм, я тоже делаю вот здесь хороший пункт, да, хороший пункт делаю здесь, 3-1, так, прекрасная позиция, и у меня, и у него, вот мне бы только перелезть бы через прайм, как-то этот, а дальше все будет хорошо, так, вот здесь у него уже был куб, как ни странно, но он решил для верности сначала попасть вот в эту шашку, да, и когда она оказалась на баре, он решил показать куб, вот это уже ту гуд, да, ему стоило просто пытаться выиграть Марс, ведь ему, Марс будет очень хорош, он выйдет на Кроуфорд, и будет иметь 75, 70 процентов против меня, да, но он решил не иметь 70, а иметь 50 почему-то, вот, он решил не играть на Марс, показал куб, ну, естественно, я сдался в этой позиции, просто сделал счет 11-11, вот, 11-11, вот здесь он показал куб, конечно, мне надо принимать его при этом счете, три мои шашки сзади, у него всего лишь одна позиция его лучше, вот, ключевой момент, да, это, это всего матча, да, вот, счет 11-11, куб показывал, кто выиграет этот гейм, тот выиграет матч, вот эта ошибка стоила мне, можно сказать, этого матча, вот эта шашечка, она, оказывает давление, вот, на всю вот эту территорию, да, она не очень, как сказать-то, что она делает, она не очень нравится ему, что она здесь стоит, вот, какие соображения у меня, что я ее увел, да, я ее увел сюда, дело в том, что после этого хода 5-4, я в гонке проигрываю всего лишь 4 очка, то есть я перевожу позицию просто в гоночную, да, в гоночную структуру, ну, то есть я хочу там кинуть какой-то куш, уйти этими шашками и просто выиграть гонку, вот, и боялся я следующего, что если я останусь, да, вот, компьютер предлагает оставить эту шашку здесь, то он может меня вот как-то здесь проатаковать, вот эту шашку, да, и за счет этого выиграть, так сказать, время, да, выиграть пипсы, очки, и я отстану в гонке, да, отстану в гонке, и в конце концов именно из-за этого проиграю, вот, или занять какой-то пункт, он может здесь, и мне потом не придет эта пятерка, да, и шашка встрянет там, но, эта идея не сработала здесь, а идея такая, что эта шашка действительно очень ему вредит, она атакует вот, вот все вот это пространство, и ему очень некомфортно двигать свои шашки, когда она стоит здесь, вот, когда она ушла, он уже может спокойно просто за голову закидывать, и спокойно играть, а пока она здесь, ему, ну, ему надо что-то конкретное кидать, чтобы улучшать свою позицию, вот, и не может он спокойно спускать шашки, да, ну, время у меня там было меньше минуты, поэтому полностью оценить я не смог эту позицию, да, и пришлось мне как, ну, мне пришлось принимать какое-то решение, я же не могу проиграть по времени, и я поставил на гонку, в которой я отстаю ненамного, но, дальше уже ничего интересного не было, дальше просто мы как-то ввели шашки в дом, я еще вот здесь кинул 4-4, увел вот эти шашки, да, и вроде бы у меня 45% стало, но вот, здесь еще нормально, а вот здесь он кинул 5-5, и стало понятно, что сегодня, сегодня выиграет он, а потом еще 4-4, он добил, и и все решилось в одном гейме, да, играл я неплохо, за исключением некоторых ошибок, но вот, выиграть в очередной раз не удалось, я просто вам скажу, что в этом европейском кубке я сыграл 7 матчей, 7, выиграл я 1, у меня результат 1 из 7, на данный момент, до этого тура был 1 из 6, то есть вы представляете, насколько сильно играют мои напарники по команде, что мы проиграли всего 1 матч, мы проиграли всего 1 матч, то есть они играют практически под 100%, вот, и даже несмотря на то, что я играю так, так отвратительно, по результату я имею ввиду, все равно наша команда, можно сказать, в числе лидеров, посмотрим, что будет дальше, как сыграют ребята, в любом случае, даже если мы проиграем этот матч, в следующий тур мы еще попадаем, так что будут игры, будут анализы, а на сегодня это все, к сожалению, случилось поражение, но эта игра, надо принимать его достойно, до новых встреч, с вами был Тимур Азизов, подписывайтесь на канал, до новых встреч.